Здарова-здарова, дорогие друзья! С вами Булкин! Какой-то сразу ветер непонятный! Добро пожаловать на канал Булкин Драйв! И как вы понимаете, ребят, если вы смотрели недавнее видео на моем канале, когда я уже бывал в этих местах, так скажем, да, это та самая трасса, где я катался на багги. Я хочу извиниться за этот ветер, какой-то, я не знаю, ураган поднимается. Ребят, честно, я сейчас пока вообще до конца не понимаю, что происходит, потому что Гелендваген сейчас будет кататься по такому автокроссовому треку, который предназначен как бы либо для подготовленных всяких восьмерок, девяток и так далее, либо для багги. Ну и может быть на мотоцикле, там на квадроцикле здесь можно покататься. Но я сейчас собираюсь кататься здесь на гелике. Я скажу честно, ребят, вот в том видео, когда я катался на багги, я сказал, что если та серия наберет 40 тысяч лайков, то я вернусь сюда и как раз-таки затестируем гелик здесь. Но мы снимаем в тот же день. Я честно, ну, естественно, не знаю, набрали вы это количество или нет. Мне стало безумно интересно, что я не захотел это оттягивать. Я надеюсь, что все-таки та серия набрала 40 тысяч лайков. В любом случае, вам огромное спасибо. Ребят, коротенькое видео получится, потому что такой эксперимент. Машину с одной стороны жалко, с другой стороны, опять же, на багги я замерял время вот этого круга. У меня получилось там 30 с копейками секунд. Сейчас вы увидите отрывок, как раз увидите точное время, которое показал я на багги. Соответственно, вопрос, смогу ли я на Гелендвагене 5.5 АМГ проехать быстрее, чем на багги на Шестнаре. И только Булкин, блядь, может сравнивать Гелендваген и багги на трассе для багги. Ну, это пиздец. В общем, ребят, не знаю, будут трамплины, будут прыжки. Хочется ехать как бы, ну, реально на результат, просто ради интереса узнать разницу. Но я думаю, что Гелик проедет хуже, потому что я, конечно же, не буду ебашить в пол, иначе я просто здесь перевернусь. Как бы, ну, какой-то трамплин, может быть, я и реально пропрыгаю на нем. Короче, всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятного просмотра. Наверное, самое необычное видео на моем канале. Главное, чтобы Гелик остался цело невредим. Садимся, ознакомливаемся, каково это вообще кататься по этому треку на Гелендвагене. И дальше едем три боевых круга на время. Полный пиздец, как обычно. Вот что вообще происходит? Вообще зачем? Зачем я вернулся на эту трассу на Гелендвагене? Я не понимаю, вообще, что это? Что я сейчас хочу сделать? Стабилизацию я выключаю. Как бы, это единственное, что я могу, в принципе, сделать с такого спортивного вообще в этой машине. Потому что, как бы, ну, здесь, как бы, даже коробка спорт, ничего не... Блядь. Ребят, я, честно, я не понимаю вообще, что происходит. Значит, ознакомление, да? Вообще, понять, каково это... Блядь, я вот сейчас просто смотрю, вот я еду сейчас 30-40, что-то ебет, скрипит. Что это вообще? Не, ну, с одной стороны, с одной стороны... Блядь, вот тут точно можно завалиться. Еще против солнца тут... Не, ребят, это... Блядь, это я еду 30 километров в час 40. Я чувствую, что это будет очень весело. Я не знаю, сейчас пока, опять же, ознакомливаемся. Ну, эксперимент, реально. Я вот выдумал в этой серии про баги. Ну, реально интересно. Я, то есть, понятно, опять же... Я просто, знаете, ну, не могу ту грань, естественно, прочувствовать, когда я пойму, что, например, тачка начинает переворачиваться. То есть, Гелендваген это сделает просто молниеносно. Слушайте, ну, с другой стороны, на прямяках, если разгоняться и потом тормозить, аккуратно вруливаться, возможно, я проеду очень даже близко. Но мне кажется, что нет. Я чувствую это где-то секунд на 5 точно медленнее, чем на баги. Блин, ну это пиздец. Блин, тут такие вот на этом Пуаро есть такие ямы. Вот такие моменты реально понимаешь, что... Почему вот не зайти, например, на GTA 5 RP? Вот просто вот сейчас вот взять, зайти на GTA 5 RP, купить там гелик, потому что там лицензированные автомобили, и поехать на оффроуд, разбивать его и что угодно с ним делать. Зачем надо делать это в реальной жизни, если сейчас игры позволяют это как бы, да, то есть, ну, серьезно. Друзья, я хочу напомнить, что GTA 5 RP это лидирующий роллплей сервер, точнее, проект из серверов, стоящий из нескольких серверов. Ну вот, и как бы реально проще это сделать там, потому что что там? Ну окей, тачку виртуальную можно отремонтировать, а в реальной жизни это может стоить очень дорого. Я, кстати, играю на первом сервере, друзья, так что если хотите присоединяться, то по ссылочке в описании, вот это тут прям, вот мне не нравится звук, по ссылочке в описании переходите, там все очень просто, максимально просто. Единственное, что я вам советую, это, если вы начнете играть, ввести промокод Булкин, он даст вам 12,5 тысяч игровой валют, а также 10 дней платину VIP для такого нехилого старта, толчка, так сказать, на старте. Меня уже укачало, если честно. Вот, ну и вообще в целом там как бы куча развлечений, с друзьями заходите, катаетесь, играете, развиваете свой виртуального персонажа, и в общем все будет классно. Реально можно провести веселое время, я периодически залипаю и снимаю на свой второй канал летсплеи, так что всех буду рад видеть. Так, ну ладно, более активно. Все равно стабилизация душит, она полностью не отключается, бля, прыжок... Бля, как страшно так прыжку подходить! Бля, как стрёмно-то, а! Что-то же может пойти не по плану, ну стаба реально душит, стаба реально душит! Блядь, блядь, как страшно! Блядь, сейчас сколько? 70! А! Блядь, кажется, что сейчас подлечу! Бля, вот тут вот мне больше кочки напрягают, реально по две сончику. Ну в целом держит, ощущение такого прям нет пиздецового, что сейчас гелик кувыркнется. 80, прыжок! Оу! Вот это уже было, кстати, ну на самом деле можно реально подлететь, можно. Оу, блядь, как страшно-то! Я, мне кажется, пока еще не подлетаю, но очень к этому близок, блядь! Вот это оффроуд, блядь! Не, подвеска здесь неубиваемая, я как бы за нее не боюсь совершенно, я боюсь за то, что может просто пойти что-то не по плану. Реально стабы включаются автоматом, прикиньте. Вау! Я траекторию уже более-менее подобрал, но, сука, вот реально, он, видите, на скорости, да-да-да-да, защита срабатывает, он автоматом включает уже ESP, поэтому прям грамотно ускоряться я, к сожалению, не могу. Ох, блядь, походу, походу подлетел, походу подлетел! Бля, потом его сломить, это пиздец! Это пиздец! Тут можно вообще в канаву, куда угодно, типа угандошить гелик на таком мероприятии, честно говоря, сомнительная затея. Фу, блядь, страшно, вот реально, реально страшно. Ох, блядь! Я точно отрываюсь, стопудово отрываюсь мне всеми колесами. Короче, ребят, мы тут с пацанами поколдовали, включили Дина диагностический стенд. У Мерседеса, что вы там, дверенька? Все, я готов. И как бы, если я правильно понимаю, у меня теперь, ну как я правильно понимаю, у меня просто тут написано, что у меня ни АБС, ни ЕСП, ничего не работает. Ай! Ну и как выглядит старт теперь? Я понял. Так, АБС прям... Ну да, это будет пиздец. Итак, друзья, полностью выкручил ЕСП с АБСом. Ох, нихуя! Вот это другой разговор. Вот это, блядь, только теперь шанс еще больше уебаться, если честно. Так, понял, подлетел. Во, теперь я могу входить в повороты нормально. Блядь, ну вот тут реально можно кувыркнуть уже, без шуток. Так, подпадпадпад... Блядь, это очень страшно! Какой нахер багги? На гелики это просто... Ох ты, нихуя себе, жопа подлетела как, а? Вот надо тут более аккуратненько проходить. Так, на самом деле я бы приступил к боевым замерам, так скажем. Потому что это сейчас реально... Я сейчас войду в кураж раньше времени, и это... Я пока не могу понять, но мне кажется, что на багги все равно быстрее будет. Хотя сейчас, конечно, тачка едет намного лучше. У меня есть шанс, мне кажется, проехать неплохо. Поэтому все, сейчас последний кружочек. И будем пробовать. Я, в принципе, даже не буду выходить, потому что надо ехать. Я реально вошел в кураж, это сейчас реально плохо закончилось. Прыжок, который реально был прыжком. И самое главное, что я сделал настоящий прыжок. Моторваль с всеми колесами, еще в троем машине. Короче, ребят, снова мистер секундомер сейчас встает на старте. И, соответственно, моя задача проехать три круга. Я думаю, что это, значит, напомню, время на багги было 30 с копейками. Я думаю, что сейчас... Ну, если я буду прям ехать, главное с умом. Главное с умом. Главное, чтобы как бы это плюс-минус я не забывался. Значит, все, у нас полностью отключено. Все, значит, я думаю, что это будет... Ну, может быть, на самом деле, 35. Хотя вряд ли. Ну, я думаю, что 33. Секунды на 3, на 2 помедленнее. Ну, это будет смешно, если будет быстрее. Но вряд ли. Итак, ребят, три круга. Значит, первый, опять же, разогревочный. И потом я пролетаю. Засекаем. Все. Сейчас мы узнаем, быстрее гелик или же багги. На трассе для багги. Фух. Да. Да, друзья, я мистер носорог сегодня, потому что это самое. Ну, ракурс зато прикольный должен быть. Так, ну что. Главное, не переборчить. Санек, держи себя в руках. Конусов у нас, правда, нет в этот раз. Так. Прыжок. Сильно подпрыгнул. Главное, ехать просто по траектории. Блядь, ехать. Ай, блядь. Давай, 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 пошел. Здесь можно ускориться. Хорошо, хорошо. Так, тут-то притормаживаю. АБСа нет, поэтому как на Жиге. Притормаживаю, притормаживаю. Блядь, реально стремно. Давай, 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 давай. Блядь, главное не забывать про тормоза. Это очень стремно, ребят. Это реально стремно. Я стараюсь высоко не прыгать, потому что, на самом деле, от этого тоже ничего хорошего. У меня выкидывает сразу на внешку. И как бы работаю. Блядь, ели 55-й, сука, на ралли-кроссе. Где вы еще такое видели? Так, аккуратно. Аккуратно. Ну что, друзья, по итогу мы имеем всего два результата. То есть, два круга зачетных, которые я успел проехать. К сожалению, на третьем не доехав до конца. Тут получилось так, что... Короче, у нас произошло маленькое недопонимание между владельцем трека и мной. Потому что изначально я договаривался о том, что здесь буду кататься как бы на багги и на гелике с одним человеком, который не является владельцем, а он не до конца передал владельцем. Короче, это такие нюансы, которые, ну вот, вроде мы урегулировали, все нормально. Просто вот, ну, в жизни бывает недопонимание, что уж тут поделать. Просто действительно пыль, типа, трек не палит, поэтому здесь как бы, ну, ладно. Главное, что мы два круга проехали и как бы у нас есть время, у нас есть результат. 4 секунды, 3-4 секунды разница получилась между багги и геликом 5.5 АМГ. Честно, с одной стороны, это, конечно, до хрена, потому что, ну, в автоспорте 4 секунды это прилично вообще в какой-либо дисциплине, если рассматривать. Но, с другой стороны, это не за 45 он секунд проехал, например, да, чтобы была там разница в 15 секунд. То есть, в принципе, если ехать прямо на полную катушку, то, возможно, вообще еще приблизиться к времени, которое было у меня на багги. Но это уже очень рискованно, потому что, ну, вы сами видели, все обошлось, слава богу, все хорошо. Необычный контент, опять же, в стиле Булкина. Но, что, проверили, проверили, интересно, и на багги было интересно покататься, и, как бы, чтоб гелик тоже принял участие в этом мероприятии. Так что, ребят, ну, на этом канале еще я планирую много интересного, необычного контента в своем стиле, поэтому еще скоро шоу будем запускать. Так что, все только начинается. Ребят, огромное спасибо всем за просмотр, оценивайте видос, ставьте лайк, если вам понравился. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы впервые, как я уже обещал, будет много чего интересного. Оставляйте ваши комментарии. Блядь, ну, это просто, что вспоминай, это у меня запомнится надолго, реально. Не знаю, что больше мне запомнить, то, что я впервые покатался на багги, или то, что покатался по этой трассе на гелике. Короче, это пиздец. Ребят, до новых встреч, всем удачи и всем пока-пока.